Владимир Путин сегодня поручил Газпрому подготовить предложение, которое ускорит газификацию России. Задачу президент поставил в ходе встречи с главой компании Алексеем Миллером. Подводя итоги работы, Миллер сообщил, в 2018-м в стране проложено более 2000 километров трубопроводов и газифицировано 272 населенных пункта. Глава государства, в свою очередь, поинтересовался экспортными проектами, для которых этот год должен стать ключевым. О том, куда придет российский газ, моя коллега Татьяна Ремезова. Перед тем, как ставить задачи на перспективу, президент интересуется итогами 2018-го. Алексей Павлович, начнем с результатов работы в прошлом. Газпром в 2018 году добыл 497,6 миллиардов километров газа. Это на 5,7% выше, чем в 2017 году. Росло потребление газа на внутренней рынке, выросли объемы поставок газа в дальние зарубежья. Не просто выросли, а поставили рекорд. Экспорт более 200 миллиардов кубометров. Российский трубопроводный газ прочно занимает более трети европейского рынка. Почти на 10% больше российского топлива в прошлом году купила Германия около 60 миллиардов кубов. Это превышает мощность одного северного потока. И Газпром усиливает позиции надежного поставщика. В прошлом году заработало Баваненковское месторождение на Ямале. Запасы почти 5 триллионов кубометров. Газа гарантированно хватит на 100 с лишним лет. В рамках северного коридора он снабжает топливом и российских, и зарубежных потребителей. Введен газопровод Ухта-Торжок-2. Раньше срока построены две нитки турецкого потока. Введен в строй терминал регазификации жиженного природного газа в Калининградской области. А как идет работа по селе Сибири? Работа идет с опережением графика. 1 декабря этого года начнутся поставки газа на экспорт в Китай с Чингинского месторождения. Будет историческое событие. Мы начинаем работать на очень емком газовом рынке. Емкий значит самый динамичный и быстро растущий. Потребление газа в Китае прибавляет почти по 20% в год. Чтобы сравняться по темпам с восточным соседом, в России идет масштабная программа газификации. Газпром доводит трубу до границ населенных пунктов, а дальше ответственность ложится на региональные власти. В 2018-м построено более 2000 километров газопроводов, газифицировано 272 населенных пункта. Путин уверен, процесс необходимо ускорить. Газификация как идет внутри страны? Мы на 1 января 2019 года имеем показатель газификации в среднем по стране 68,6%. В городе 71,3% и на селе 59,4%. Как вы думаете, в этом году насколько удалось увеличить объем процентов? Мы рассчитываем по итогам 2019 года это плюс 1%. У меня к вам просьба. Вы мне подготовьте, пожалуйста, предложение компании «Газпром» по увеличению темпов газификации внутри страны. С тем, чтобы мы могли синхронизировать эту работу и с правительством, и с регионами Российской Федерации. В деревнях и селах, куда тянуть трубу слишком дорого, есть доступная альтернатива – сжиженный природный газ. Сегодня глава «Газпрома» пообещал президенту полностью завершить газификацию страны в течение 10 лет. Татьяна Ремезова, Мария Сансонова и Всеволод Сычев. Вести.